Настал тот день, когда мы получаем нашу крышу, металлочерепицу. Не металлочерепица, металлопрофиль точнее, который пойдет вон на тот сарайчик. Про тот сарайчик, кстати, будет отдельная история. У нас совсем недавно была буря, огромная буря, очень сильный ураган, такой ветер большой. И вроде казалось, что все в порядке, все нормально, но наш сарай покосился где-то вот настолько. То есть эти укосины, они не выдержали и даже немножко выдрало их. Вот эти вот укосины не выдержали. Вот эта вот накосина выдрала шуруп. В общем, как бы в нормальном состоянии, когда нет ветра, это все было бы нормально, но да, она не была рассчитана на такую бурю. Я не знаю, как здесь. Здесь вроде целая. Здесь тоже вроде целая. И наверху. А наверху... Да, тоже выдрала. В общем, да, и буду сегодня выравнивать с адрянам. Возьмем какой-нибудь или стропы, или какие-нибудь типа механические венчу и будем выравнивать. Ладно, мы едем за металлом. Сейчас будут загружать нашу крышу. Наш заказ. 5,90 длиной. В такой прицепчик. Но он сам, говорит, не знаю, как будем загружать. Загрузили. Загрузили с горем пополам эту крышу. Да, она там 2 метра торчит. Но такой немножко противовес есть назад. Ну, я стараюсь аккуратно ехать, не торопиться. Главное, чтобы меньше было красных. И меньше кочек было. Ну, есть немножко так. Болтает чуть-чуть. Но у нас еще противовесно спереди лежит. Потом покажу. Я там не снимал. Там было не до съемок на фабрике. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и приехали мы. Так, ничего я не повредил тут на поворотах. Нормально. Ну, мы так достаточно близко вперед. сначала было немножко туда так выгрыжали так и скидывали даже не поснимать на ничего и мы хотели думали поддвинуть мы четверо мы и не могли сдвинуть примерно 700 килограмм то есть это уже принципе предел прицепный ну надо будет поверить померить какая самая маленькая сейчас мне кажется самая короткая будет она идет на ту сторону мы попробуем один лист снять потом попозже чуть-чуть если он не такой тяжелый мы просто перенесем и там где-то положим или можно подоехать там сильно крутится невозможно потому что этот может цепануться ладно потихоньку разгружаем уже вот эту эта сторона пойдет сюда там листы положили это для той стороны и сейчас мы разгружать будем вот этот длинный 590 который самый длинный будем ставить вот сюда разгружать что потом будем просто брать два человека пойдет сразу туда хоп так хоп не будет подавать туда как-то так погодка не улучшается крышу мы уже разгрузили все нормально раскидали по местам где будет какая крыша это будет крыша я уже показывал принципе здесь та крыша будет с этой стороны ну и на навес с той стороны мы поставили сейчас самое важное мне выпрямить наш сарай который скривился на сантиметров семь-восемь примерно отклонение по верху по верхней части я посмотрел лазер кинул я решил взять стропу вот это вот как-то закрепить закрепить я думаю как-то наверное вот так вот вот где-то там закрепиться как-то какую-то петлю кинуть и вот с этой стороны где-то закрепиться так и попробуйте ее стягивать чтобы она тянула сюда обратно ну по крайней мере изначально такой план план б у меня будет наверное возьму наверное экскаватором придавлю но мне главное не перестараться сейчас этим делом чтобы в эту сторону чтобы главное в обратную сторону не мочканула но я думаю это будет невозможно потому что все равно там будет тянуть и невозможно быть совсем наклонить так что мне сейчас да буду пробовать как я сказал стропой буду стягивать по диагонали и посмотрим что из этого выйдет закрепил я снизу просто зацепил за столб немножко тут шурупом прикрутил чтобы он просто как придерживал ее на позиции а так она принципе так уже въелась в этот самый и так по диагонали этот стропой сверху за верх сверху за брус тот который перекрытие и сюда так хопа и тоже так шурупом прикрутил чтобы он просто держал ее там на месте она принципе будет въедаться в брус крюком и буду сейчас пробовать потихоньку поднимать сейчас я поставлю лазер тоже еще чтобы видеть что происходит так посмотрим лазер видно вообще или не видно да 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 я просто стропой пока попробую единственное что мне надо будет на рад крутить одну из этих но я попробую немножко подтянуть уже посмотреть как она вообще снять ну он должен сюда стать ты на камеру стала так я сверху и тяну по диагонали просто поднимая так как она тут натянулась она натянулась но у меня сейчас вот эти распорки которые я поставил они могут немножко меня подтормаживать но еще и ветер тоже хотя ветер с той стороны блин если честно так страшновато даже что может все и хотя он не должен упасть а ну а чё она так покосилась на сейчас тоже ведь это вчера прикрутил так ладно это ерунда так ну чё надо пробовать как-то я главная фигня что они не вижу лазер я одну часть вижу но средь бела дня типа зеленый якобы лучше видим да просто на чем что когда здесь ладно его просто далеко не видно что вот хорошо в этом и весь смысл в этом и смысл он сейчас будет ставить на место все вот эту конструкцию инструкцию не очкуй мне самому страшно ну да 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 конструкция становится типа на свое место я не знаю может быть вот эту тоже раскрутить я не знаю может быть из-за того что вот эту опустила может быть и тут тоже чуть потянуло самый тот конец как бы не так страшно был ну это еще не ровно еще сантиметр блин тут уже такой стресс тоже есть а еще я думал может быть поставить распорку какую-то вот эту горизонтально всякий случай для подстраховки если вдруг сорвется что-то о так он уже 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 блин даже я боюсь даже может быть одна так о лава 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 тоже лазер поставлю и тогда надо будет закрепить чем-то посильнее ну да можно сказать что идеально да надо как-то перекрутить побольше поставить так ладно сейчас всю конструкцию держит стропа и даже видно как шуруп весь перегнула лишь вот эти тоже я сейчас откручиваю и и так и так 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 даже не знаю как лучше закрепить ладно закреплю на новых просто отверстиях так а здесь даже сверху не было еще для подстраховки решил я сделал так уже как бы тут две диагонали эту эту сейчас еще одну дюймовку взял и вот так вот здесь сделаю крест это все изнутри я делаю эти кресты а потом когда уже крышу накроем тогда я уэсб снаружи нашли везде тогда нужно будет все держать все эти укосины она будет создавать эту прочность как вот эту стенку и они уже никуда не поведет да ну и вот эту стенку я тоже если честно не знаю надо будет не перемирить лазером я еще не верил чуть попозже померяю сейчас мне главное вот это закрепить да чего чего вот этого я не ожидал конечно что может так повезти это строение тут лучше несколько шурупов прикрутить он на стрессе быстро лазером что тут получается так посмотрим так идеально пока стоит идеально вроде бы внутренняя сторона идеальная сейчас посмотрим с этой стороны вот так вот здесь тоже идеально все нормально да короче это дело есть правил а это дело в общем немножко покосился сарай в эту сторону тоже вот эта сторона то есть я скажу он как будто как будто сюда потянулся в сторону ветра но это как-то нетипично или может быть потому что ее повело туда и весь как бы сарай так немножко так туда закривила ну да да никто не ожидал такого такой бури ладно буду исправлять во всем эту сторону тоже я пробежал я пробежался по всем диагоналям по всем сторонам и центральную сторону мне тоже надо будет выравнивать да в сторону ветра ее туда наклонила туда да чуть-чуть по лазеру можно будет посмотреть вот она здесь вот чуть-чуть дотрагивается да как бы на краешек а здесь она уже уже не на этой уже на другой то есть до сторону на юг на юг она немножко сместилась я сейчас тропу тут уже прикрепил тоже уже систему наладил просто стропой натягиваю и тогда перекручиваю вот это вот диагональ вот эту диагональ перекручу и поставлю с этой же стороны и вторую диагональ усилив два раза как там принципе та сторона лучше всего по ходу выдержала я еще эту перемирию потом вам расскажу что там получилось в общем интересно что там получится у меня потому что да как-то не хочется крышу крыть пока нормально не укрепил пока нормально не выровнял а то потом будет вдвойне больно если я свалюсь этот сарайся развалится когда уже будет крыша наверху и все погнется лучше я сначала все выпрямлю прикреплю закреплю и тогда и тогда буду ставить крышу ну вроде все вроде нормально подровнял все стенки подровнял этот более-менее нормально по лазеру получилось подровнять можно сказать идеально с этой стенкой так чуть-чуть такая непонятка там какие-то 5 миллиметров что-то мне не вышло мне кажется мешает мне вот это укосина боюсь ее ну как не охота и и отпускать это укосина и тут 2 укосина у меня прикрученных были уже давно как бы не хочется их разбирать чтобы из центральную стенку и за пяти миллиметров там ерунда это сарай потом все равно эти усб закрой закроется за шьются и эти углы ваще до лампочки тем более тут у меня как-то немножко тут чуть-чуть так кривовато это прибито в общем все подровнял сейчас наверно потихоньку или такой-то ветер конечно хотелось на крышу лезть доски там дальше продолжать но немножко не безопасно но посмотрю может потихонечку поползу наверх или с этой стороны ли с той стороны вот на я буквально вверх остался сделать и тогда края вот эти все вымерить до конца уже финально подровнять сегодня может быть подровняем может быть завтра уже и потихоньку начнем уже а до мне ж надо капельник до начну монтировать капельники нижнюю часть я не ставил ничего не речки нее брешетку не ставил учил потому что мне нужно там капельники прибить и с этой стороны и с той стороны так что было займемся монтажом капельников как мы как капельники закончим так и начнем монтаж профнастила О, что там за скачки, скачки Мы их выпустили Мы их выпустили Гринго, побежал Давно они не бегали Мы их просто за территорию выпустили потому что привезли им сено А не давай там носиться Два дурачка Ну а Верка спокойно ходит Сейчас кто-то свалится Там же мокро Или просто Витька гоняет Гринго Гринго прячется от Витька Витька, что ты? Что ты? Что ты так возбудился? Сейчас, сейчас Запустим вас покушать Лабораторная работа Вытягивание ниток Да, с нитками прикольно С веревочками Их легко так вытягивается Особенно когда они Пегас 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 тоже в ожидании вкусняшек, да? Пегас Ты в ожидании вкусняшек, да? Дружище 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 Наконец-то мы приобрели весы нормальные Так, сейчас я еще найду, где он включается О, дошел А нет, подожди, надо же поставить сначала эту штучку Тут главное, чтобы они были по уровню Ну сейчас они не совсем по уровню Ну да, это важно, чтобы они были по уровню Так Дети Подожди, или она неправильно вставляется Ну мы даем Ты даешь Ты даешь, ты даешь, я даешь Да, это что, эти чопики надо поставить Подожди, как они вставятся Так, надо его выключить Да, мы еще до конца не разобрались Эти надо поставить Подожди, а здесь как будто круглый диаметр Может быть? Интересно, интересно Да, мы еще чопики не поставили Тут, наверное, надо сначала сюда вставить, да? А это не будем сдирать? Нет, не забудем Так, это мы вставляем Это мы вставляем И это мы вставляем Слушай, одна легко зашла, другая не очень легко Как будто они должны быть О, зашла, зашла 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 А теперь она должна встать сюда О, уже больше похоже на весы Теперь мы включаем Они включаются Чик-чирик-чирик Цена еднуткова Ага, цеполиш Цеполиш Так, берем, что-то ложим Так, сейчас мы тут, смотрите, как чпок И цвет включился Хоп 167 грамм А тут можно программировать Четыре цены А, тут может быть программируешь цены Если, так, убираем Так Четыре А, четыре А, ну допустим Четыре евро килограмм Хоп Семьдесят центов Так, давай-ка сюда Этот самый Чесночок Головку Посмотрим, сколько Сколько стоит Сколько стоит Одна головка Там же четыре евро килограмм Сейчас у нас нынче Четыре евро килограмм Двадцать семь центов Потому что Шестьдесят восемь грамм Весит Что, такой легкий Вроде бы Большая головка Вот А вам На базаре Продают их По семьдесят По восемьдесят И бывало По евро Заголовку Это в пять раз Дороже вам Продает, чем мы Как-то так Сейчас мы Разоблачим Всех Спекулянтов На базаре Хе-хе-хе-хе Да Мы давно хотели Купить такие весы Все как-то руки Не доходили В прошлом году Мы Там Ну, грубо говоря Баловались Раритетными Весами А где Выключатель Его нашел Да, надо будет Поставить на зарядку Зарядить Этот Да, баловались С теми весами Раритетными Такими Шкала такая Ну и наконец-то Купили нормальные Не забываем Подписываться Ставить лайки Пишите комментарии Все Всем пока